Мы должны помнить, кто были наши бабушки, наши дедушки, истории, как жизнь была у наших бабушек, у дедушки, папы, мамы. Мы все это должны помнить, ничего мы не должны забывать. Поэтому и мы решили провести этот праздник культуры. Мы сегодня будем много говорить о том жизненном пути, которым Господь провел наших родных, наших отцов, наших бабушек и дедушек, как Господь их хранил. Сегодня мы услышим очень много о преследованиях за Христа. Мы все знаем, ребята, что наши бабушки, дедушки, они много страдали за Господа. Вы знаете это? Да. Правда? А сегодня мы еще больше об этом узнаем. Мы посмотрим видео, мы посмотрим слайд-шоу о том, как люди страдали за Господа. Для чего мы должны это помнить? Для того, чтобы иметь веру. Мы учимся из прошлого, для того, чтобы иметь веру и надежду на Господа в будущем. А один ученый, он сказал, тот человек, который не помнит своего прошлого, он не имеет будущего. Для того, чтобы нам иметь хорошее будущее, чтобы нам служить Господу, мы должны помнить наш путь, помнить наше прошлое. И поэтому мы помолимся сейчас, чтобы нас Господь благословил. Чтобы нас Господь благословил хорошо петь, хорошо рассказывать стихотворения, чтобы каждого из вас Господь благословил и нам было хорошо. Помолимся Господу? Да. Как мы молимся? Закрываем наши глаза, правда? И все молимся Господу. Помолимся. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе в этот час, что Ты дал нам это хорошее время. Господь, мы благодарим Тебя за наших бабушек, за наших дедушек, за наших родителей. Господи, я благодарю Тебя за своего дедушку и бабушку, которые тоже прошли непростой путь. Господи, родителей моей мамы, моего папы. Господи, слава Тебе, что Ты хранил их. Господь, я благодарю Тебя за родителей, дедушек и бабушек, всех нас, которые собраны здесь. Есть благодарность Тебе, Господи, что они нам рассказали о Тебе, что они привели нас к Тебе, и все вместе мы в Америке, мы помним свои корни, мы хотим помнить этот путь, которым Ты провел нас, которым Ты провел наших родителей и наших дедушек и бабушек. И в этот час, Господи, мы благодарим Тебя, потому что это Ты, Господь, это Ты ввел их, это Ты хранил их, это Ты благословлял их. И, Господи, мы верим, что и нас Ты благословишь, И наш путь Ты благословишь. Благослови каждого из наших студентов, благослови каждого присутствующего, Господи, помнить и в этот час вспомнить тот путь, которым Ты нас вел. Поэтому мы просим, пребудь Ты с нами, благослови наше общение, благослови этот праздник славянской культуры, и за все мы Тебя благодарим. Наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Сейчас мы услышим псалом «Благословен тот дом». Тот дом, в котором помнят Господа, помнят путь, который мы прошли, он действительно благословен. После этого мы будем смотреть слайд-шоу о преследованиях христиан. А сейчас мы слушаем песню «Благословен тот дом». Благословен тот дом, где в каждом чистом сердце Слово Святое Господа живет. «Благословен тот дом». Нет власти тьмы и страха смерти, и сам Господь в ход дом, Хозяин, нам войдет. Благословен тот дом. Благословен тот дом. Благословен тот дом, где в тихий час молитвы Духом Святым Господь касается сердец. Благословен тот дом, где радости, счастья, любви в избытке, И благодать излил небесный наш Отец. Благословен, благословен, благословен тот дом. Благословен, благословен, благословен тот дом. Благословен тот дом, где старость уважают, Где веру свято берегут из рода в род. Славят Творца, и Библию читают, и возрастают в мудрости из рода в род. Благословен, благословен, благословен тот дом. Благословен, благословен тот дом. Благословен, благословен тот дом. В 1917 году к власти в России пришли болшевикс. Большевистская революция произошла. И большевики, коммунисты, они отвергали веру в Бога. Они говорили, что Бога нет. И в России в это время уже было много верующих. На первых слайдах, ребята, вы увидите братьев, христиан, проповедников. Их было много. И коммунисты посмотрели и подумали, вау, это сколько много верующих, а мы не верим, и мы не хотим верить в Библию. И они решили, чтобы верующих нужно отправлять в тюрьме, чтобы людей заставлять оставить веру в Бога. Итак, пожалуйста, включите слайд-шоу, ребята. И начала коммунистическая власть бороться с христианами. Очень тяжело было христианам. Детей забирали у родителей, родителей посылали в тюрьме. Всячески, как только могли. Вот это была карта Советского Союза. Это самая большая страна была. Но верующим было тяжело. Видите, вот это братья-христиане, проповедники. Это тоже собрание. Люди верующие собирались. Было много верующих. Опять-таки, видите, много верующих. Люди верили в Бога, хотели служить Богу. А вот это уже тюрьма, ворота тюрьмы. Вот это дом молитвы. С правой стороны, это в лесу люди собираются. Вот так люди собирались на собрания. А вот это милиционер пришел разгонять верующих. Это семья христиан. Это молятся на природе. Не разрешали собираться люди в лесах и на природе молились Богу. Это судят верующих. Вот они сидят, и им будут читать приговор. Это верующие собираются на улице. Им не разрешали в доме молитвы собираться. Опять-таки, собрание на улице. Вот так тоже собрание на улице. Вот эта милиция приехала арестовывать верующих. Вот это тоже под судом верующие собрались, чтобы молиться за своих друзей. Милиционер угрожает христианам. Это арестованных верующих переводят из суда в автомашину. Это опять арестовали христианина и заводят его в машину. Вот это разрушенный дом молитвы. Верующие собрались возле разрушенного дома молитвы. Видите, как трактор разбивает дом молитвы. Здесь молились люди, а коммунисты разбивают дом. Вот это разрушенный дом молитвы. Верующие все равно собрались на этом месте и все равно молятся Богу. Это верующие под судом тоже. Тоже верующих не пускают, а они молятся. Эта семья арестован, ихний папа в тюрьме, а они молятся за папу. Это снова разрушенный дом молитвы. Это опечатали, чтобы никто не заходил в дом молитвы, двери запечатали. Это после обыска разрушили все в доме. Это молитва в лесу. Смотрите, зимой в лесу, а люди молятся Богу. Вот это кто был арестован. Это еще одна христиан, которые были арестованы. Это братский совет. Это здесь студили христиан в этом доме. Это управление КГБ. Это фотографии христиан, которые были в тюрьмах в это время. Вот это тоже место, где судили христиан. Вот это суд тоже, двери суда, там, где судили христиан. Это уже сама тюрьма. Видите, верующие идут там такой небольшим рядом. Вот это тоже тюрьма. Вот так людей вели в тюрьме в середине. Это кто-то цепляет святы на тюрьму, чтобы поблагодарить христиан за верность. Это верующий брат. Это тоже христианин. Вот психиатрическая больница. Даже ложили в больницу за веру в Бога. Говорили, что эти люди ненормальные. Вот это семья христианина. Это избили верующих. Смотрите, раны на спине. Избили христианина. Вот это избитый, пораненный христианин за веру в Бога. Вот это ведут верующих тоже. Милиция впереди и сзади христиане. Вот это тоже в тюрьму их ведут. Вот это тоже, видите, сзади милиция, а спереди верующие все равно молятся Богу. Это переговоры, посещения. Через стекло говорили родственники друг с другом. Это тоже ведут верующих, ведут заключенных. Тоже в тюрьме люди на прогулке. Тоже это тюрьма. Решетка. Вот видите, так в тюрьме верующие стояли перед милицией. Вот это тоже в тюрьме надзиратель смотрит. И несмотря на то, что были тюрьмы, все равно, смотрите, сколько много было верующих. Люди все равно служили Господу. Собрания наполнялись. Это в Барнауле, в Сибири верующие. Вот это Владивосток, тоже на Дальнем Востоке. Все равно люди приходили к Господу, все равно служили. Это в Кишиневе, в Молдавии. Смотрите, сколько много верующих, несмотря на преследование. Тирасполь, это тоже Молдова. Христос сказал, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее, и никакие цепи не одолели церковь, друзья. Ваши родители научили вас вере в Бога. Но мы должны быть благодарными Господу и благодарными нашим родителям, потому что они прошли нелегкий путь. Мы будем помнить этот путь и будем благодарить наших родителей за то, что они остались верными Богу. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Он дал нам и нашим потомкам религиозную свободу. Я очень благодарен быть одним из этих христиан. Слава и хвала Богу за все его милости и щедроты. Кристина Володкова, дедушка Павел Сидоров. Аминь. А сейчас, друзья, мы споем одну песню, которую христиане пели когда они прощались, когда провожали друг друга или в тюрьму, или в армию. И эта песня говорится о том, что мы вместе с вами верили, вместе молились, пели и вместе ночами белыми в синюю даль смотрели. Христиане в те времена были очень дружными. И давайте мы сейчас представим. Вот это мы стоим на вокзале, как верующие христиане, куда-то уезжаем, а вы нас все провожаете, и мы поем для вас на прощание вот эту песню «Вместе мы с вами верили». Такие песни пели на прощание друг другу. Вместе мы с вами верили, вместе любили и пели, вместе дороги мерили, часто под бой метели. Труд небольшой, но делали, вместе огнем горели, вместе ночами белыми в синюю даль смотрели. Вместе стояли прямо мы, слыша угрозы злые, были пред Богом правыми, чисты пред миром были. Чисты пред миром были. Были пред Богом правыми, чисты пред миром были. Край дорогой и солнечный, светлой придем мы песней, там, где нет слез и горечи, вечно мы будем вместе. Слава Иисусу! На веки слава! Слава Иисусу! На веки слава! Спасибо. И сейчас мы продолжая тему христианского наследия, славян, мы затронем немножко более актуальную для нас нотку. Поговорим о семье. Дело в том, что время движется и может быть сейчас нету таких гонений, которые были 50 лет назад, 70 лет назад. Время быстро идет. Скоро уже 100 лет будет и так дальше. И вы знаете, мир по-другому атакует христианскую семью. Мир по-другому дает свои, так сказать, свои гонения и притеснения. И семья, особенно в этой стране, она терпит очень сильные атаки. Я выбрал небольшое видео, буквально, может быть, полторы минуты. Оно, кстати, не на славянском языке, но, я думаю, смысл очень понятный для нас. О том, как мы должны уважать семью и как мы должны уважать старших людей. Пожалуйста, включите, и потом мы продолжим программу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дети, вы поняли смысл этого фильма? Да? Видеоролика? В Библии написано Ефесянам 6 глава с 1 стиха 1-2 стиха Что там написано? Ephesians chapter 6 verses 1-2 Что написано? Кто помнит? Можете поднять руку. Стеф. хорошо а кто точнее помнит может кто-то может даже процитировать пожалуйста нужно помогать точно но в ефесянам там чуть по-другому написано там написано по-русски почитай отца и мать по-английски написано on your father and mother и это первая заповедь с обетованием first command with the promise бог не только заставляет что-то делать он и обещает благословение и поэтому мы конечно этому нужно учиться конечно это не приходит просто так но должны мы себе заставлять себя даже иногда напоминать себе уступать место старшим когда мы приходим в церковь когда мы встречаемся на улице может быть это незнакомые люди может быть мы их никогда и не увидим и не знаем их но нужно помогать открывать им двери поднимать что-то тяжелое помогать может быть не бежать впереди может быть первому поздороваться вот это все нужно учиться сейчас будет интересная следующий номер даже не знаю как его назвать я хочу просто пригласить одну из наших учителей в нашем школе есть театр или класс драмы и его ведет мисклэр она будет лайк твин вайт мисклэр чего у мэкин introduction чего explain вот экзакты вы волшую next мисклэр и пинкс из кирингрере она готовится если кто-то может позвать мисклэр а там вот спасибо они готовы thank you this russian folk tale is a perfect example the family working together to reach their goals это русская сказка является лучшим примером того что для достижения цели всей семье нужно трудиться вместе помогает друг другу аминь посадил дед репку выросла репка большая прибольшая пошел дед репку рвать тянет потянет вытянуть не может an old man planted eternal аминь Извините, он не здесь сейчас. An old man planted a turnip. The turnip grew. It grew to be enormous. The old man started to pull the turnip out of the ground. He pulled and pulled, but couldn't pull it out. Позвал дед бабку. So he called the old woman over. Бабка за детку, детка за репку, тянут потянут, вытянут не могут. The old woman took hold of the old man. The old man took hold of the turnip. They pulled and pulled, but couldn't pull it out. Позвала бабка внучку. So the old woman called the granddaughter over. Внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку, тянут потянут, вытянут не могут. The granddaughter took hold of the old woman. The old woman took hold of the old man. The old man took hold of the turnip. They pulled and pulled, but couldn't pull it out. Позвала внучка жучку. So the granddaughter called the dog over. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за детку. Детка за репку, тянут потянут, вытянут не могут. The dog took hold of the granddaughter. The granddaughter took hold of the old woman. The old woman took hold of the old man. The old man took hold of the turnip. They pulled and pulled, but couldn't pull it out. Позвала жучка кошку. So the dog called the cat over. Кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут потянут, вытянут не могут. The cat took hold of the dog. The dog took hold of the granddaughter. The granddaughter took hold of the old woman. The old woman took hold of the old man. The old man took hold of the turnip. They pulled and pulled, but couldn't pull it out. Позвала кошка мышку. So the cat called the mouse over. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут потянут и вытянули репку. The mouse took hold of the cat. The cat took hold of the dog. The dog took hold of the granddaughter. The granddaughter took hold of the old woman. The old woman took hold of the old man. The old man took hold of the turnip. They pulled and pulled, and finally pulled the turnip out of the ground. Мы можем все вместе сказать большое. Спасибо! Вам понравилась история? Да! Вы ее раньше слышали? Да, хорошо. Может быть, родители вам читали. Простая сказка, русская или украинская, народная. Но эта сказка имеет хороший смысл о том, насколько важно жить дружно в семье и помогать друг другу. Сейчас я хотел бы пригласить первый класс. Они станут на сцену, они приготовятся, будут сейчас петь для нас. Именно о семье, о папе, о маме, о бабушке, о дедушке. И в это время мы будем думать о том, как мы можем жить дружно, как мы можем помогать друг другу, как мы можем делиться друг с другом. Потому что именно такие люди, они успешные, они довольны в своей жизни, и их Бог благословляет. Итак, первый класс, они сейчас исполняют три псалма. И потом после этого мы услышим то, что касается уже больше нашего времени, и то, что происходит сейчас в мире, связанное с Украиной, с Россией, и наши отношения к этому. А сейчас наслаждайтесь, пусть Бог благословит первый класс. Если не слушаюсь, мамочку доброю. То наказание сразу несу, чтобы запомнил я, что значит доброе, и что не доброе для меня. Ведьма учила нас, вспомнить о Господе, ты доставляешь нас, жить не грешить. Благодарим тебя, милая мамочка, будем любить тебя, мы всегда. Будем любить тебя, мы всегда. Папа, милый папа, ты пришел домой, а скорее разденься, милый мой. Я тебе вопросы буду задавать, ты мне будешь, папа, отвечать. Почему спаситель милый умирал, кто его глазнями припевал? Почему снежинка только белая, ли пойдешь ты с нами погулять? Папа, не на стольчик долго так сидел. Папа, ну, отвечай, папа, спеть. Но папа может сделать и не так. Папа, папа, мы подскажем сделать, как. Папа, сел на стольчик, кто мне объяснил, А мне домик книжку подарил. Спасибо, папа! Будет вечера у нас, и тепло, и уют. Папа, это бабушка у нас, самый лучший друг. Бабушка милая, бабушка моя, Бабушка милая, бабушка моя Самая добрая, ты увидишь Пьяшет наша бабушка, варушки теплые Руки нашей бабушки очень добрые Бабушка милая, бабушка моя Самая добрая, ты у меня Бабушка милая, бабушка моя Самая добрая, ты у меня А везде расскажет нам, если я попрошу Иногда накажет нас, дети застужу Бабушка милая, бабушка моя Самая добрая, ты у меня Бабушка милая, бабушка моя Самая добрая, ты у меня Благодарим Пока первый класс будет садиться Оставьте пока что эти фотографии на экране Пускай оно идет Слайд и мисс Чекеренда Она подготовится сейчас спеть песню А вы видите, как красиво, да Это семьи нашей школы, родители Кто-то видит сейчас себя, кто-то видит друзей Вы знаете, мы в школе так же самое говорим о том, что мы все одна большая семья И не просто мы это придумали, не просто нам так захотелось А действительно Бог так устроил на земле, что сначала маленькая семья Из нескольких семей родство, родственники Из нескольких, может быть, десятков семей составляется церковь, Божья семья И Бог все заключил в том, чтобы было дружно и чтобы старшие заботились о младших Чтобы младшие слушались старших И чтобы всем было хорошо Поэтому, дети, дорогие, мы должны ценить нашими родителями, нашими семьями Родители, мы должны ценить нашим родством, общаться друг с другом Давайте будем поддерживать школу, как одну большую семью И, естественно, в той церкви поместной, в церквях, где вы находитесь Давайте будем жить дружно, чтобы быть свидетельством для этого мира Бог поместил нас всех в одну большую семью, в церковь свою Слава нашему Господу Скажем, слава Господу Слава Господу Хорошо Сейчас мы, пожалуйста, остановите, мы досмотрим его немножко позже Пожалуйста Вчера я была в Департменте оф Лайсенс И это заняло немножко времени, и при разговоре Меня спросили, откуда вы Я сказала, с Украины Раньше многие из американцев не знали, что это за страна Украина Она как будто бы обрадовалась, говорит, я так бы хотела узнать от украинцев точно, что там происходит И я сказала, что для всех, кто приехал с Украины и кто живет здесь, это очень тревожно И сегодня мы хотим спеть молитву про Украину And today we want to sing this song It's a prayer about Ukraine Моя молитва нехай лиде Боже, я молю за Украину, Боже, молю тебе за любовь Боже, я знаю, что ты будешь с нами Радость твоему и небесами Радость и мир ты дарував Життя за людей видав Життя за людей витав И в жизни на записав Своему слову вежим Богу Для людей надію так Щоб люди всі молились Богу То на Христі за ним ми рад Боже, я молюсь за Україну Боже, молюсь Тебе за людей Ти є прости, ти є спаси І милість свою наяви Боже, я знаю, що Ти будеш з нами Раді Твоєму під небесами Радість і мир віддарував Життя за людей віддав Книгу життя нас записав Боже, я молюсь за Україну Боже, молюсь Тебе за людей Ти є прости, ти є спаси І милість свою наяви Боже, я знаю, що Ти будеш з нами Раді Твоєму під небесами Радість і мир ти дарував Життя за людей віддав Тебу життя нас записав Слава нашему Богу Давайте скажем Слава Богу Мы в школе не только учим Академические предметы Не только учим Библию Ещё очень одно важное у нас есть служение Это молитва Каждый день в нашей школе Имеет цель молитвы В понедельник Как первый день недели Мы, исполняя Слово Божие Молимся о правительствах Во-первых, совершайте молитвы Моления, прошения О начальствующих, о царях И мы молимся обо всех странах Чтобы Господь Тем, кому Он дал власть Дал и страх управлять народом Во вторник утром Мы молимся за всех сирот И за все семьи, которые нуждаются Финансово, материально, духовно или нравственно Родители, каждую среду Мы молимся за вас Мы молимся за учеников нашей академии И за учителей Как за одну команду Которую Бог бы использовал Для того, чтобы дети были спасены Для того, чтобы больше было счастья И любви на этой земле Каждый четверг утром Мы молимся за гонимую церковь Сегодня в мире есть страны Где нельзя иметь Библию Где нет церквей Где отцы находятся в тюрмах А они одни находятся, дети дома И в пятницу мы молимся за все церкви Русские, американские, украинские Мы молимся за всех служителей Пастырей, дьяконов Мы молимся за всех, кто поет в коре За все группы прославления Итак, круглый год С понедельника начиная Мы молимся на каждом уроке Библии На каждом уроке практически Где мы вместе встречаемся с ними Но у нас еще одна есть молитва Когда мы помолимся этой молитвой Прежде чем начнем молиться Я спрашиваю, какие еще есть нужды И дети говорят, нужды ваших семей Их нужды, личные нужды Нужды, в частности, о здоровье Однажды, несколько лет назад Я попросил помолиться о моем друге Зовут его Валера Янцеловский Он очень-очень сильно заболел И дети с большим желанием Начали о нем молиться Он был в очень тяжелом состоянии Валера, я прошу тебя Он сегодня сказал, что хотел бы прийти Увидеть тех, кто за него молились Если ты находишься в зале Пожалуйста, мы приглашаем тебя Отдаем тебе слово Дети очень хотели тебя увидеть Они думали, о ком мы молимся Один год, второй год Я даже не знаю, сколько, Валера Напомни нам, пожалуйста Три года Вы знаете, я не планировал сегодня выходить и говорить речь Вот Валерий Иванович пригласил меня И так случилось в моей жизни неожиданно Что меня диагностировали один из редчайших видов рака крови Всего несколько человек в Северной Америке с таким диагнозом Который практически не лечится И когда мне об этом сообщили Я был в шоковом состоянии Не знаю, если бы я попал бы в авиакатастрофу Для меня бы это не было таким ударом Как вот так вот случилось Они честно сказали, сколько мне осталось жить И сколько шансов на выздоровление Что было потом? Была агрессивная химиотерапия После которой возили реанимацию Потом предложили, когда стало хуже Экспериментальную 8 операций Несколько биопсий спинного мозга Много чего Вот так случилось в этой жизни Что меня начали поддерживать верующие люди Материально, морально Я бросил работу Тогда уже не мог работать Мне около года не могли поставить диагноз Пока не забрали в Сиэтл Кэнсер Карлайн Это один из ведущих раковых центров в мире Пятый в мире, по-моему И когда ко мне пришел Валерий Иванович Который сам тоже пережил аналогичную проблему Вы знаете, помогают люди Которые самим тяжело И уже когда я не вставал Когда уже просто лежал Меня не могли поднять Я был, наверное, раза в два больше, чем сейчас Или в три раза Я знал, что по мне молятся люди Разные люди И верующие, и неверующие Но есть, так сказать, детская молитва Она, наверное, наиболее искренняя Когда дети просто молятся Сейчас я стою перед вами Я стал ходить Я не мог вставать Не мог Это страшно, что было Это просто меня разрывало У кого-то волосы выпадают Меня просто разносило Я разрывалась кожа Мне специальную одежду дали Комбинезон И предупредили Что мы можем? Мы можем сделать И Валерий Иванович попросил класс Если есть эти дети вот здесь Вот я просто хочу выразить Большую, огромную Больше, чем благодарность Что я стою здесь Стою перед вами Я искренне благодарен Что, вы знаете, бывали моменты Когда я действительно чувствую Что меня что-то поддерживает Сейчас я могу ходить Я могу вставать, двигаться Я начал заниматься спортом Я пошел в каллыш, стал учиться Я выздоровал Пока еще не работаю Врачи не разрешают Наблюдают Я прохожу медицину Но я вижу Я слышу Я стал похож сам на себя Я благодарен тем людям Которые, не зная меня Абсолютно не зная меня Молились за меня Об этом мне говорили И приходили ко мне Огромное вам спасибо Вся слава принадлежит Господу Давайте мы в знак того Что Господь услышал Ваши молитвы Встанем и помолимся Спасибо Спасибо, Валерий Спасибо за твое свидетельство За то, что ты пришел Вы видите, не сразу Бог отвечает Прямо в тот же день Иногда не завтра Иногда для этого Бог дает время А сейчас Дети, вы любите стихи? Любите поэзию? Наверное, все любят И мы сейчас будем слушать стихотворение Первое стихотворение Нам расскажет Кристина Донкогла Слава творения Пожалуйста, Кристина, ждем тебя Жеверев Слава творения Кто всемогущий державу Простер по дивным небесам Дал всякому творению славу Луне и солнце и звездам День, слава солнца Тварям счастья Тепло и жизнь Лазурь небес И красок чудные согласия И ценный цвет И плод древес Ночи Цвет месяца От рада Больной души Трудам покой Ночному путнику лампада И году соразменный строй Все звезды слава Реза ночи Сквозь мрак ее Глядят они, как бы все видящие очи И славят Бога в высшине Аминь Аминь А теперь мы услышим Скотоверение рыбак Ангелина Расскажет нам Сердце матери Пожалуйста, Ангелина Сердце матери По ночам звучал надрывный кашель Старенькая женщина слегла Много лет она в квартире нашей Одиноко в комнате жила Письма были, только очень редко И она, не замечая нас Все ходила и шептала Детки, вам ко мне собраться Хоть бы раз Ваша мать согнулась Постарела Что ж поделать, старость подошла Как бы хорошо мы посидели Рядышком у нашего стола Вы под этот стол пешком ходили Раньше пели песни до зари А теперь уехали Уплыли Улетели Вот и собери Заболела мать И той же ночью Телеграф не уставал стучать Дети, срочно, только очень срочно Приезжайте, заполела мать Из Одессы, Талина и Гарки Отложив до времени дела Дети собрались Но только жалко У постели, а не у стола Кладили морщинистые руки Мягкую серебряную прядь Для чего ожидали вы разлуки Так надолго между вами стать Мать ждала вас дождь и в снегопады В тягостной бессоннице ночей Разве горе дожидаться надо Что приехать к матери своей Неужели только телеграммы Привели вас к скорым поездам Слушайте все, у кого есть мамы Приезжайте к ним без телеграмм Аминь, аминь, благодарим А теперь мы услышим Сихотворение русской классики Гончарова Эмолы Пожалуйста, «Стрекоза и муравей» Наверное, кто-то знает наизусть Стрекоза и муравей По прыгуне стрекоза Лето красное пропела Оглянуться не успела Как зима катит глаза Помертвела чисто поле Нет уж ни этих светлых боли Как под каждым ее листком Был готов и стол, и дом Все прошло зимой холодной Нужда голодно встает Стрекоза уж не поет И кому же ум падет На желудок пет голодный Злой тоской утречена К муравью ползет она Не оставь меня, кум милый Дай ты мне собраться силой И довешник только дней Прокорми и обогрей Кумушка, мне странно это Доработала ли ты в лето Говорит ей муравей До того ли, голубчик, было В мягких муравах у нас Песни резать всякий час Так что голову скружила А так ты, я без души Лето целое все пела Ты все пела, это дело Так пойди же, попляши Я хотел что-то сказать Посмотрите внимательно на нее Видите ее коричневое платье И белый фартух Так ходили все девочки В наших школах Я вижу все, как заулыбались Старшее поколение Как будто вы находитесь на уроке Где-то в России, на Украине Или в Молдавии Да, вы услышали и басню И увидели форму Очень-очень здорово Благодарим тебя Ну а теперь, пожалуйста, следующее стихотворение Самуил Бабин В третьем классе он Но он тоже расскажет басню Крылова Ворона и лисица Пожалуйста, Самуил Иван Андреевич Крылов Ворона и лисица Уж сколько раз твердили миру Что лесть гнусна, вредна Но только все не впрок И в сердце льстец Всегда отыщет уголок Вороне где-то бог Послал кусочек сыру На ель ворона сграмоздясь Позавтракать было Совсем уж собралась Да призадумалась А сыр во рту держала На ту беду лиса Лизеконька бежала Вдруг Сырный дух Лису остановил Лисица видит сыр Лисицу сыр пленел Плутовка к дереву На цыпочках подходит Вертит хвостом С вороных глаз не сводит И говорит так сладко Чудыша Голубушка Как хороша Ну что за шейка Что за глазки Рассказывать Так право сказки Какие перушки Какой носок И верно ангельский Вы должен Голосок Спой светик Не стедись Что ежели Сестрица Прекрасоте такой И петь ты мастерица Ведь ты б у нас была Царь птица Ведь щуньи нас похвал Скружилась голова От радости в забу Дыхание сперло И на приветливые Лисицыны слова Ворона Карпнула Во все Вороне Горло Сыр выпал С ним была Плутовка Такова Ну молодец Я думаю Учителя Поставьте Пятерочку Пожалуйста Ему дополнительную А теперь Следующее Сихотворение Андрей Бабин Пожалуйста Сихотворение Благодарю Благодарю За все Тебя Господь Благодарю За то Что я ношу В себе Твой образ За то Что на земле Твоей живу И различаю Вечный Добрый Голос Звучит Твой голос В музыке Труда В симфонии Торжественной Природы Благодарю Что ты со мной Всегда Во все Тобой Подаренные Годы Благодарю Что ты Рукам Даешь Трудиться Радостно Жизнь Созидая Благодарю Что ты Меня ведешь Подъемом И духовным Возрастанием Благодарю Что сердце Ты мое Любовью Трепетной Наполняешь Что смертное Земное Существо Труду Бессмертному Ты приобщаешь Благодарю Что смею Приходить За помощью Советом И дарами Отдай Внижатве Веты Мне склонить Усыпанные Зрелыми Плодами Я так Хочу О Боже Помоги Исполнит Твое В мире Назначение С мольбой Об этом От меня Прими Волуй И славу Честь И поклонение Аминь Аминь Благодарим Ну а теперь Лидия Доброгорская Пожалуйста Со стихотворением Молись Лидия Пожалуйста Владимир Нужно Приди Приди К нему И ты Восмирение Не говори Я подожду Вот Ни День Благоприятный Вот День Спасения Теперь Он Нас Прощает Ногократно И нам Открыл На небо Дверь На помощь Гибнувшую Люду К нему Христос Простер Спасение Длан Приходит К нему Отовсюду Со всех Концов Из дальних Стран На всех Языках И на речах Звучит Призыв Его Приди Горит Негасущая Свечи Спасенным Душам Впереди Спасибо Лида Спасибо Слава Богу Ну а сейчас Мы услышим Следующее Сихотворение Если Чувствуешь Петр Курков Если Чувствуешь Если Чувствуешь Что ты В пути Ослаб Вера Тусклой Искрой Мерцает И погас Суть Может Всякий Час Пусть Душа Твоя Не унывает Ты Скорей Под струями Склонись Кровью Что Струится Со Христа Из последних Сил Опять Тебя Простить Кровью Подойти Он уйдет Но коснусь Иисуса И будет Вот он Рядом Почти Не похож На других До Иисуса Лишь раз Я дотронусь Не заметит Никто Здесь Так много Больных Я горячей Ладонью Китону Боже Словно Прошло Через Тело Огонь Мне казалось Земля Задрожала Я Одежды Иисуса Коснулась С рукой И здорово Я верила Знала Иисуса Теснят Взгляд Христа На меня Он Спросил Кто Одежду Коснулся Не укрыться Господь Это Я Это Я Иисус Мне в ответ Улыбнулся Я Я Такую Улыбку Такие Глаза Никогда И нигде Не встречала Я Запомнила Как Он Мне Сказал Дочь Дерзай Чтоб И Верий Ты Все Получала Это Было Давно И Не в точности Так Это Было Совсем Не Со Мною Но Я Тоже Искала Как Женщина Та Люди Тоже Стояли Стеною Раздвигая Толпу К Богу Жизнь Я Шла Пробиралась К Иисусу С надеждой Как-то Женщина Верила Я И ждала И к Святой Прикоснулась Одежде Не ладонью Но сердцем Хитону Христа Иисус Отыскал Меня Взглядом Дочь Дерзай Говорили Иисуса Уста И страдать Больше Сердцу Не надо Я Ни с чем Не сравню Миг Блаженнейший Тот Через сердце Прошло Божье Пламя Вы Стоите В толпе Вот Спаситель Идет Прикоснитесь Попробуйте Сами Придите Сегодня К Иисусу Христу И у края Одежды Склонитесь И услышит Господь Сердце Ваше Восток Прикоснитесь К Нему Прикоснитесь Аминь Аминь Спасибо Я хотел Повторить Последние Четыре Стиха Прежде чем Мы будем Петь Последний Ну наш Общий Псалом Подойдите Сегодня К Иисусу Христу И у края Одежды Склонитесь И услышит Господь Сердце Ваше Восток Прикоснитесь К Нему Прикоснитесь Мы очень благодарны Всем участникам Кто сегодня Рассказывал Сихотворение Это был большой труд Ни одной недели Они думают По-английски Для того Чтобы выучить Сихотворение Еще в младшем Возрасте Начинайте Чем они меньше Тем легче Им выучить Но вы видели И десятиклассники Тоже выучили Не просто им было Но мы благодарны Господу За то Что поэзию Он использует Во славу себе Аминь Аминь Пожалуйста Я иду И сердечными молитвами И сердечными молитвами Укрепляется мой дух И сердечными молитвами И когда войду в селение, я увижу тот же миг Среди ангельского пения, милосердие Божий лиг Среди ангельского пения, милосердие Божий лиг Среди ангельского пения, милосердие Божий лиг Настоящий праздник! Слава Богу! Благодарность Богу, дорогие мои, что Бог даровал нам это благословенное время в нашей жизни Я весьма благодарен Господу, благодарен вам, дорогие родители Благодарен вам, наши уважаемые учителя Александр, Валерий, Андрей, Татьяна и все учителя На высоком уровне, на высоком уровне Спасибо, Андрей Вы организовали этот праздник Это нужно Это заложено Богом И да поможет нам Бог ценить этим и расширять его Дорогие Я понимаю, что в это вложено время В это вложены силы Если сказать библейским языком Это жертва Это очень и очень нелегкий труд Спасибо вам Благослови вас, Господь и детки Вам также, студенты нашей христианской школы В таком вам сердечная благодарность Это ваша история жизни на земле В этой стране, где вы родились и где живете Дорогие мои То, что Бог сегодня через вас Даже возрадовав наши сердца Для детей, может быть, оно пройдет какой-то частью только Но пройдут времена, и они будут вспоминать Пройдет время, и оно в них будет в памяти Когда-то здесь жил в таком один человек Джордж Линке Родители его были отец немец, а мать россиянка Родился он в Китае Детство провел там, где-то на Индокитайских островах А уже юность и всю жизнь провел в Америке Он очень много нам помогал, славянам Он знал русский, немецкий язык, английский хорошо знал И он очень намного Бог через него нам помогал И вот, общаясь с ним, у него при разговоре Появлялись русские, древнерусские слова Я его спрашиваю, вот куда ты знаешь? Он мне говорил, ты знаешь? Я не слышал этого от моих родителей Но где-то оно в детстве, еще там, на Филиппинах Бегая с детьми русско-украинской комьюнити Оно говорит, у меня осталось Так что, дорогие мои Эта жертва времени Сил, здоровья Желаний и стремлений Которые вы делаете Родители и учителя Оно в свое время В свое время Когда-то у детей проявится И да поможет нам Господь в этом Мы все понимаем Важность знания прошлого Это успех настоящего И успех будущего И то, что сегодня вот через учителей Вы вспомнили Те годы В которые жили наши отцы Наши дети Деды В свое время И мы немножко Захватили этого Это бывшая Безбожеская страна Которая отвергла Бога Которая поставила идеалом своим Имя человек И к какому ужасному И страшному положению Эти народы пришли сегодня Но народ Божий Церковь Господня Христиане Они не точно уменьшились Они умножились И умножились И умножились Благодарность Господу Дорогие мои Культура Образование Творчество Поэзия Художество Архитектура Все что есть Это заложено Богом В разуме И в сердце Человека Один очень грамотный человек Апостол Павел Он выразил Бог через него Дал такие чудесные слова И я этими словами Хочу поддержать вас И учителя И родители И дети Это послание римлянам Одиннадцатая глава Тридцать третий стих И тридцать четвертый О бездна богатства И премудрости И ведение Божие Как непостижимы судьбы Его И неисследимы пути Его Ибо кто познал ум Господень И кто был советником Ему Дорогие Действительно Бездна премудрости Ведение Божие Как это непостижимо Насколько Бог Наш всемогущий Насколько Он Обладает высочайшей Премудростью Могущественной силой Дорогие мои И всеведущим Ведением И эту часть Он дал Человеку На земле Дорогие мои Когда мы читаем Четвертую главу Книги Бытия Бытие Там в нескольких словах Это 19 20 22 21 Стих Там В этих коротких словах Выражена Жизнь Начало Цивилизации Людей В то очень Далекое Далекое время Где Бог Поселил людей Первое что пошло Мы видим Это сельское хозяйство Второе что пошло Это промышленность Третье что пошло Это культура И четвертое что пошло Это наука В те далекие времена Жители Той местности Они поняли Они почувствовали Их непетливый И творческий разум Он дал Это было от Бога Он дал им способность Обрабатывать землю Пришла культура Пришла культура Люди начали понимать Что в поле Нужно одеться так А на собрание Или Войти в какое-то Общество Нужна была Другая Одежда И все Чтобы Обеспечить Всем этим Дорогие мои Родители Учителя Дети Необходима была Наука Научить работника Работать с землею Научить работника Делать прекрасные Кейки Хамбурги Дорогие Котлеты Как нас в России Говорили Суп Борщ да каша Пища наша Собираясь в Америку Мы мечтали О Макдональдсах И Хамбургах И Бог нам дал И то И то Еще больше Благодарность Господу Дорогие мои Возлюбленные Поэтому С приходом Христианство И на нашу Славянскую Киевскую Русь Пришли все Эти качества И славянский народ Пытливый народ Бог дал Славянскому народу Мудрость Бог дал Славянскому народу Способность Бог дал Славянскому народу Творчество Потому что Этот народ Он обратился От идолов К живому Богу Дорогие мои И если Когда Только на Славянской земле На старой Древней Киевской Руси Начало Среди Язычества Распространяться Христианству Вместе с тем Пришли страшные Гонения И сатана И сатана Очень препятствовал Развитию Христианства Потому что С приходом Христианства Приходит Свет Приходит Культура Приходит Наука Приходит Все то Что Бог Дал В этой Бесне богатства Премудрости И ведения Божия О чем Сказал Апостол Павел Дорогие мои Прошли времена Прошли времена И когда Идолопоклонство Язычество Отступило Вместо Этого Настала Другая Эра Эта Эра Атеизма Которая Стала Не признавать Имя Живого Бога И как Христиане Страдали И тогда И среди Страданий Среди Гонений Насколько Бог Благословлял Христиан Что Когда мы Особенно Бываем В Европе В той же Украине России И в других Молдавии Белоруссии Мы видим Шедевры Архитектуры Это храмы Которые были Построены Во имя Бога Для служения Живому Богу Там есть Строения Которые по 400 По 700 И больше Лет И они И в настоящее Время Они Ласкают Взор Человека Той Мудростью Тем Трудолюбием И любовью Которые Делали люди Во имя Господа Дорогие мои Во время Атеизма Так же Люди Старались Всячески Сохранить Всю эту Красоту Богатство Трудолюбие Жертвенность Пред Богом И Благодарность Богу Что наши Деды Наши Отцы Наши Старшие Братья И сестры Донесли До нас Это Прекрасное И славное Которым Сегодня Мы Радуемся Которому Сегодня Нас Влечет Интерес И Есть Желание Продолжать Это И дальше Во имя Господа А поэтому Дорогие Мои Я благодарен Богу Что при Церкви Славик Кришин Центр Место Которое Дал нам Бог Работает Прекрасная Школа Славик Славик Кришин Академии Будет Таком Кришин Академии Я понимаю Трудности Я понимаю Неудобства Потому что Вижу Все Это Понимаю Родителей Насколько Это Непросто Понимаю Деток И Учителей Но Дорогие Мои Без Жертвы Без Стараний Без Труда Ничего Не будет Давайте Мы Будем Молиться Господу Давайте Мы Кто Живет В таком И Вокруг Таком Приложим Все Старания К тому Чтобы Для наших Детей Для Славянских Детей Создать В Америке С Божьей Помощью Благоприятные Условия Чтобы Чтобы Были Образованы Чтобы Они Были Трудолюбивы Чтобы Они Были Культурны Народом Божьим На котором Пребывает Божье Обетование И Божье Благословение Прошу Вас Поддержать Школу Поддержать Желания Церкви И Молиться Об этом Прилагая Все Старания Чтобы Чтобы Наши Добрые Желания И Желания Наших Детей Были Достигнуты С помощью Божьей Еще раз Вам Сердечно Благодарю Понимаю Что в Южном Зале Там Не хуже Чем Здесь Ожидает Вас Поэтому Прошу Вас Давайте Мы Встанем Поблагодарим Бога Призовем Божье Благословение На наши Добрые Желания И Перейдем К Дальшему Нашему Распорядку Молимся Пожалуйста Присядьте Для Объявлений Спасибо Большое Всем Кто Пришел На этот Праздник Мы Еще Не Закончили Но У меня Есть Важное Объявление Послушайте Внимательно Первое Что Мы Сейчас Дети Вместе Будем Благодарны Мы Этому Учились И Мы Вместе Будем Благодарны Я Скажу За Что Когда Я Буду Говорить Мы Скажем Большое Спасибо Давайте Потренируемся Скажем Большое Спасибо А Я Скажу Кому И За Что Конечно Много Можно Говорить И Пожалуйста Остановите Пока Выключите Фотографии Сейчас Через Буквально Три Минуты Первое То Что Вы Видите Сейчас Вот Эти Украшения Это Конечно Красота Я Не Знаю Сколько Здесь Стоимость Всего Этого Это Не Донейшн Кто Его Принес Для Украшений Вы Получите Обратно Но Это Красота Умножайте Это Потому Что Это История И Скоро Будет Древняя История Для Музея Можно Хорошо Осталось Только Музей Построить И Вот Уже Есть Для Музея У Нас Значит Экспонаты Украшениями Конечно При Участии Всех Родителей Занималась Месьяна Косюга Она Ждет Нас Там В Зале Но Мы Громко Громко Чтобы Она Услышала Скажем Большое Спасибо Три Четыре Большое Спасибо Точно Услышала Спросим У нее Кстати Когда Вы Перейдете В Южный Зал И Там С Молдавии Или Будете Пробовать Какие-то Блины С России Все Что Вы Будете Пробовать Как Вы Будете Благодарить Что Вы Будете Говорить Только Там Будете Громче Это Делать Хорошо Кроме Украшений Родители Мы Будем Переходить Тот Зал Я Б Попросил Всех Родителей Выходить Через Задние Двери И В Коридорах Не Забудьте Посмотреть Красота В Делали Ну Я Понимаю Что Не Только Дети Делали Вы Им Помогали И С Разрешения Нашего Пастыря Петра Моисеевича Мы Смогли Там Их Развесить Для Того Чтобы Люди Прочитали Для Того Чтобы Даже Некоторые Выбранные Эти Посты Эти Статьи Мы Даже Сможем Поставить В Церковный Бюллетень В Течение Вот Несколько Недель Чтобы Большое Спасибо Это Они Вам Помогали Вот Им Большое Спасибо Кроме Этого Я хочу Поблагодарить Учителей Русского Языка И Всех Кто Был Задействован Учителя Русского Языка Встаньте Пожалуйста Чтобы Мы Вас Увидели Также Учитель Пения Пожалуйста Поднимитесь Чтобы Мы Вас Увидели Помощники Учителей Русского Языка Если Есть Находятся Здесь Тоже Мы Хотим Вас Поблагодарить И дети Скажем Что Спасибо Вау Очень Большое Вам Спасибо Пожалуйста Присаживайтесь И Особую Благодарность Хочу Выразить Тоже Как Директор Школы Ведь На сцене То Мы Здесь Стоим С Валерием Ивановичем Андреем Реоргиевичем Но Моторчиком Так Сказать Или Двигателем Этого Прогресса Если Так Можно Выразиться Кто Знает О чем Я Говорю Все Так Является Человек Который Заставлял Детей Учить Начиная От Стрекозы Муравья Заканчивая Прикоснитесь К нему И так Дальше И тому Подобное Это Татьяна Ивановна Шульга Пожалуйста Выйдите Сюда На сцену Мы Хотим Сказать Вам Большое Спасибо Большое Спасибо Три Четыре Большое Спасибо Пусть Благодарит вас Здоровья Благодарит вас Новыми Идеями Нас Наги Вам Здоровья И все Самого Наикраще Пусть Благодарит вас Оставайтесь С нами Оставайтесь И следующее Что мы Сделаем Мы почти Что готовы Переходить Мы опаздываем Где-то Минут на 20 Там по распорядку Стэйшнс Стоят И там Нужно будет Держаться Детям Своего Учителя Поэтому Если вы Родители Хотите С детьми Вы можете Именно с Учителем В школе Босс Учите Не то Чтобы мы Вас лишаем Родительских Прав Ну порядок Такой Потому что Если сейчас 300 человек Или 250 Там начнут Ходить Беспорядка Нам будет Очень сложно Учителя И когда Мы будем Переходить Прежде всего Мы сделаем Две фотографии И сначала Я хочу Пригласить На сцену Рядом С Татьяной Ивановной Всех учеников С первого По пятый Класс Вот красивых Наряженных Учеников Которые В костюмах Пожалуйста Выйдите First Through Fifth Grade Nicely Quietly Please Come to the stage Teachers Please Help them Teachers Please Stand up And help Them Помогите Им Построиться Мы сделаем Сейчас Фотографию Можно Будет Стать Everywhere Here In front Of the Stage We can Stay On the Stage And on That Side And Teachers Will Help Help Us With Okay It's Okay We actually Want to see Only Those Students Who Are In The Costumes Only Students Who Are In The Costumes At This Time Those Of You Don't Have Costumes You Will Have Another Picture Okay Тех У кого Нету Костюмов Пожалуйста Сядьте В зал У вас Будет Другая Фотография Тоже На Специальном Фоне С Вашим Классом Пока Они Так Шумят Естественно Это Занимает Немножко Времени Можно Поставить Слайды И Мы Можем Досмотреть Семейные Фотографии Спасибо Всем Кто Передал Если Вашей Фотографии Здесь Нет Не Расстраивайтесь Передайте Мы Сделаем Длиннее Слайд И В конце Года На выпускном Вечере Мы Покажем Все Семьи Вот Начиная С Семьи Польских И Дальше Мы Сейчас Будем Смотреть А Пока Мы Все Здесь Строимся На Сцене Кто Меня Слышит И Я Попрошу Родителей Помочь Мне Сказать Большое Спасибо Одному Человеку С Нами Присутствует Павел Дежкин Это Очень Талантливый Способный Ученик Нашей Школы Он Сейчас В этом Году Не Учится Но Он Отыскал Меня И Спросил Мистер Александр А нужна Ли Вам Помощь Чтобы Все Это Заснять На Видеокамеру И Зная Его Опыт Зная То Что Он Натренировал Целую Команду Видеооператоров Аудиооператоров Я Конечно Сказал Павел Спасибо Пожалуйста Помоги Нам Вот Стоит Он Там Так Не Замечено Но Микрофоны Работают Видео Все Заснимает Поэтому Что Мы Скажем Павлу Ну Родители Помогите Нам Три Четыре Большое Спасибо 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 Павел Спасибо И Мы Почти Что Готовы К Фотографиям Виде Красота Хорошо Как Только Мы Сделаем Эту Фотографию Я Дам Команду И С Первого По Пятый Класс Вместе С Учителями Будут Выходить На Эти Двери Но Родители Я Вас Еще Раз Прошу Чтобы Вы Вышли На Другие Двери Чтобы Не Было Трафика И Там Возле Дверей У Нас Есть Команда Которая Наградит Тех Детей Которые Оделись В Национальные Костюмы Которые Провели Время Может Быть Разыскивая Финансы Покупая Это Все Красоту Эту Одежду Прекрасную И Они Получат Вот Там Возле Дверей Небольшие Призы Потому Что Мы Очень Ценим Тем Что Вы Постарались Итак Фотографы Наши Готовы Уже Фотографируют Все Которые Тех Хмотят И Сме� И СмART в русском. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok